19 февраля в 19 часов по московскому времени в казанском центре волейбола состоится матч лиги чемпионов в гости к зениту приедет турецкий халкбанк в активе зенитовцев лишь две победы в пяти матчах но несмотря на это казанцы сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф правда вероятность успеха объективно невысока для этого необходимо выполнение следующих условий во-первых зенит должен обыгрывать халкбанк и делать это со счетом 3-0 или 3-1 во-вторых из пяти групп выходят победители и три лучшие команды занявшие вторые места чтобы казанцам стать вторыми кроме победы над халкбанком необходимо домашнее поражение гриньярда в бельгии от абсолютно не мотивированного польского естшемский которая уже гарантировала себе первое место в группе ну и в-третьих кемеровский кузбасс или итальянская трентина или бельгийский кнак должны уступить дома своим соперникам по последнему туру каждый из которых при этом находится ниже их в турнирной таблице шансов немного и казанцы трезво оценивают сложившуюся ситуацию в лиге чемпионов верит нам до конца несмотря на сложную ситуацию постепенно вот у нас есть игра мы обязаны его выиграть и сложится то сложится но я вообще не думаю шанс я думаю что нужно просто до конца до делать свою работу победить все турцию вот а дальше будет видно потому что судьба на такая штука то есть ничего не предугадаешь теоретических шансов мы не думаем наша задача побеждать в каждом матче в котором мы участвуем неважно халбанк это или это финал лиги чемпионов будем играть на победу мы сами все свои шансы упустили они все были в наших руках зенитовцы вернулись с очередного длительного выезда по ходу которого одержали две сухие победы в рамках чемпионата россии над динамо и новый а также уступили в польше естшемский суперлиги зенитовцы исправили свое турнирное положение по потерянным очкам казанцы и вовсе занимают первое место но главным матчем концовки регулярки станет битва с локомотивом в новосибирске который сегодня возглавляет турнирную таблицу мы должны играть на победу с халбанком и уже готовится следующему матчу новосибирске который до нас будет наиболее важный участок последний за последний месяц так как решается судьба наверно первого места в этой игре и право проведению себя там финала шести ну за что мы будем бороться я думаю что как бы не сложилась ситуация в лиге чемпионов сезон еще не закончен да и опускать сейчас руки неправильно с командой уже тренируется денис земчонок восстанавливающийся после операции турецкий халкбанк уже потерял все шансы на выход из группы в нынешнем сезоне турки занимают лишь седьмую строчку в чемпионате хотя еще несколько лет назад халкбанк играл в финале лиги чемпионов в матче первого круга казанцы были сильнее в анкаре со счетом 3-1 завершив той встречей невероятный по сложности декабрьский выезд да и в целом зенитовцы выиграли у турков шесть из семи очных противостояний а единственное поражение потерпели в 2015 году тем не менее тогда пробившись финал четырех а в том составе халкбанка играл нынешний диагональный зенита цветан сокол не стал бы никого выделять есть ну все исполнители плюс-минус равные вот есть легионеры связующий в том числе болгарин вот но с такими командами как раз нельзя расслабляться если сразу уверенно начать и прижать их то проблем я думаю что не должно возникнуть любая команда сейчас на выезде дома это две разные команды и показывают они обычно разные в любом заключительный матч группового этапа лиги чемпионов между казанским зенитом и турецким халкбанком состоится 19 февраля 19 часов по московскому времени болельщик нам очень важна твоя поддержка мы ждем тебя в центре волейбола ведь только вместе мы зенит казань а вот и мерч подъехал покупай в интернет-магазине и подписывайся на затова